настройка самой каркасной строчки в петли когда мы выбрали каркасную строчку задали, тут указано символом что у нас есть одна каркасная строчка она делается один раз по кругу мы ее хотим изменить нажимаем ее сюда нажимаем на петлю нажимаем сюда на кнопку обметывания в этом диапазоне у нас указано сначала каркасная строчка, как правило, когда начинает шить она делает 3-4 стежка либо зигзагом, либо прямую как правило, убирают зигзаг обычно ставят обычную строчку для того, чтобы убрать первые 3-4 стежка зигзага нам необходимо выделить желтым цветом нажатием кнопки выделяется желтым цветом получается ширина зигзага первых 3-4 стежков 1,5 мм выделяем и нажимаем влево так убирается у нас зигзаг ставим на ноль получается у нас обычная прямая строчка первые 3-4 стежка у нас получается в длину 0,8 мм это мало обычно ставится от 2 мм чтобы не порывать саму ткань либо изделие тут можно поставить, как оставить 0,8 мм если устраивает либо ставим на 2-3 мм ну мы поставим где-то на 2,5 мм то есть получается зигзаг убрали зигзаг получилась прямая строчка 3-4 стежка первые начинаются как зигзаг убрали и убрали поставили побольше стежок для того, чтобы не рвало саму ткань после того, когда машинка прошила 3-4 стежка она дальше шьет по кругу как правило задано заводскими параметрами 4 мм также можем здесь регулировать оставить либо 4 мм либо можем поставить так же, как и здесь 2,5 мм давайте поставим 2,5 мм этими кнопками рублим больше, либо меньше обязательно надо выделить параметр, чтобы его изменить ставим на 2,5 мм для того, чтобы сохранить все измененные параметры нужно нажать на эту кнопку нажимаем на название нашей петли G сохраняем и нажимаем Yes все у нас измененная каркасная строчка в следующем все в следующем мы